Так, ну а чё, вот так-то слышно хоть звук? Или надо орать? Если я буду так потише говорить, то уже, наверное, ничего не слышно будет. А если в комнате? Всё слышно? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон на отражение звать в зеркале. Йоу-йоу-йоу, всем здорова. Мы во Вьетнаме, короче, уже опять. Начинается новый виток наших путешествий. У нас есть некоторые планы, я надеюсь, мы будем на байке скоро тусоваться. Пока пешком. Пока пешком, да. Небольшая предыстория. Мы выехали из Китая, в Ашане мы, как вы знаете, работали. Выехали три дня назад, жёсткий был что-то автостоп в Китае. Первый день вообще выехали, только успели на трассу, потому что нас подобрал мужик, привёз назад в город. Потом мы опять растопили другого мужика уже в городе, он нас вывез опять на трассу, мы там никого не поймали. Там же заночевали. Второй день уже был более продуктивный, мы доехали до Нячанга. Там нормальные мужики попадались, нормальные машины, по 100, по 200 километров нас везли. В итоге посадили на автобус, доехали до Нячанга, заночевали там же, где мы ночевали. Прошлый трип, мы уже знали там место хорошее. В своём родном доме? В своём, да, родном месте. В палатке. Вот, третий день мы... Поймали. Забыл. А, мы всё, да, мы приехали же во Вьетнам, но мы приехали не с той стороны, где обычно, как вот там, я не помню, какой там город. По побережью приехали во Вьетнам, и вот и успели доехать до Холонго, где мы уже были тоже в прошлый трип. Сейчас вот выходим из Холонго в сторону Нячанга. Нам нужно доехать туда, там русские ребята помогут нам купить байк, и мы поедем дальше уже на своём байке. Блин, у меня затекла рука, разговаривает, честное слово. Очень жарко, вообще очень мокрый воздух, мы уже все вспотели, только вышли прям буквально, пять минут идём. Все вспотели, вот, убираемся на трассу, покажем вам. Вьетнамский автостоп, что-то мало видосов про него вроде как, я не очень много нашёл. Вот мы вам постараемся показать. Очень шумно, очень много байков. Ну и вот машины ездят ещё. Такие очень громкие все. Всё, выбираемся, нам осталось чуть-чуть прям совсем. Мы сейчас, не, там забор. Хотели вот тут подняться, но там забор. Ну вот, в общем-то, мы проехали уже километров 800, наверное, автостопом. Ещё осталось 1350 где-то, уже по Вьетнаму. И дальше мы собираемся взять байк, доехать, не знаю, если получится, туда, в сторону Сингапура куда-нибудь. Может быть, зайти в Сингапур, если получится тоже. Если получится потом выйти из него, доехать назад сюда, продать тут байк и, в общем-то, поехать уже дальше. Но вот этот вот кусок называется на байках, на байке, на одном, по Юго-Восточной Азии. Всем приятного просмотра. Это такая вступительная часть у нас будет. Следите, заставайтесь с нами, там, не знаю, что там надо. Делитесь там с друзьями, всем рассказывайте. Ништяк, вообще, путешествие, там, все давайте с нами. Присоединяемся к нам. Лайки, комментарии, там, репосты, вообще ништяк. Чтобы нас там, да, продвигали наш канал, потому что, блин, очень мало поддержки со стороны, на самом деле. Мы вот стараемся, стараемся. У нас вот машины тут давят, байки бибикают, а поддержки мало со стороны. Ну, вот, просим вас, пожалуйста. Так что, будет много всего интересного, оставайтесь с нами, и все будет ништяк. Поехали! Маши им, что не нужно. Давай здесь попробуем. Ну, ну, не все. Йоу! Первая серия начинается. Начинаем с Холонга. Это Вьетнам. Это Вьетнам. И мы уже выбрались на трассу. Очень все громко. И пытаемся стопить. Нам нужно в сторону Ниньбиня, еще раз напоминаю. Блин, меня, наверное, вообще ни хрена не слышно. Я буду орать тогда пытаться. Пытаемся, короче, застопить первую тачку, пока тут что-то вот не очень мы. Мы не совсем, не совсем прям на трассе, на какой-то вот такой дороге. Ну, весь Вьетнам такой. Поэтому будем пытаться, будем стараться, будем ловить тачку. Ну, пока что-то так себе, блин, не знаю, полчаса, наверное, стоим. Никто вообще не хочет останавливаться. Только автобусы, которым нужны деньги. Зацените, кстати, видок, пока мы стоим. Вот там знаменитое, это, колесо обозрения, мост знаменитый. И вот такие вот классные деревца зеленые. Первую машинку поймали, но не знаем, куда едем. Но едем в нашем направлении пока что. Чуть-чуть. Хоть сколько-нибудь, да. Это очень жарко. У них тут кондиционер работает. Да. Со мной сплавились. На Майзде едем. Блин, нам сказали, что это далеко. И нас, короче, привезли на вокзал. Я надеюсь, купили билеты до Ниньбиня хотя бы. А может быть и дальше. Жестковатый автобус немножко. Сейчас покажем вам, как ездят местные. Саша, как ты займешь? Ну, теперь весь автобус остался сзади. Мы немножко сменили места. Вот теперь вот так, смотрите, сидим. Теперь лакшери. Лакшери места у нас. Теперь можно и ходить куда ехать. Вьетнаме и красивый мост. Остатки красивого моста. Все спокойно, размеренно. Кто никуда не торопит. Ладно, это я пошутил. Вот настоящее движение во Вьетнаме. Все, мы приехали в Ниньбин, наконец-таки. В свое любимое место зашли. Оказывается, тут есть тоже такая фигня, то, что сажают в автобус. Это уже второй раз. Мы немножко лоханулись. Надо было попросить, может быть, подальше. Но мы ехали очень долго, очень долго ехали. 170 километров мы ехали часов 5. Вон кривляется. Вьетнанские дети кривляются. Мы советуем вам это место. Вообще шикарное. Вот это вот все за 65 тысяч донгов. Это рублей 150, 160 где-то. Вот одна порция 75 рублей стоит. Вообще просто шикарно. И, ну, приличное место. По идее, должен работать Wi-Fi, но что-то не очень. Есть мыло в туалете. Есть туалет. Есть там, все, короче, есть. Уже темнеет на улице, не знаю. Сейчас, может быть, попробуем еще поступить. Получится, не получится. Вот опять витанская дикта. Вот, приятного аппетита нам. И если там кто ест, за компьютером сидит, то и вам тоже. Пока, как таковой автостоп, мы замечали только от границы до Ханои или в обратную сторону. Тут пока что вот не очень все работает. Вот байкеры подъезжают. Спрашивают, как дела. Да, еще хотел сказать, что не будет красивых кадров, скорее всего, пока что. Пока у нас нет байка. Потому что мы здесь уже были, во-первых. А во-вторых, не очень удобно. Мы никуда не сможем попасть без байка. Пешком хрен куда дойдешь. И вот только остается перемещаться до того города, где мы сможем купить байк. Только потом начнем уже снимать более-менее. Что-нибудь стоящее, я надеюсь. Короче, какая стояция. Мы стопили, стопили. Ну так, несколько машин остановилось нам. Но мы до этого думали, попробовать пойти на автовокзал, показать нашу табличку, где там написано, что у нас нет денег, типа, подвезить нас бесплатно. Показать там. Пришли на автовокзал, он какой-то тухлый, закрытый, непонятный. Нам сказали, что сегодня не будет никаких вообще автобусов. Чуть-чуть завтра тоже. И вообще не тот автовокзал, надо идти на другой. Пять километров. Пять километров, да, куда-то в другую сторону. Мы посмотрели там тот же Д-вокзал. Короче, ладно, мы не пошли туда. Вышли опять на трассу, попытались поступить. И заступили девчонок. Они вызвались нам помочь, ну прям я не знаю. Они шарят по-английски, кстати. Шарят, да. Одна из них. Там помогла. Вторая, может быть, ее мама даже, кстати. Они привезли нас в отель непонятный. Мы им спросили, где можно поставить палатку. Они говорят, типа, окей, садитесь, мы там нас сейчас куда-нибудь приютим. А завтра, может быть, постараемся вам помочь. Спросим у друзей. Там кто-нибудь, может быть, едет. Если никто не едет, может быть, там автобус какой-нибудь поищем. Хочет на Facebook еще там написать наше объявление. И в итоге вот мы ехали-ехали, она нас привезла, она созвонилась с другом и привезла нас, блин, вообще отель огромный на самом деле. Вот наша комната большая. Вот там еще комната. Еще отдельный душ, еще отдельный туалет. И вообще целый комплекс, я не знаю, как типа, наверное, санаторий, может быть, даже. И он не работает весь. Нас сюда вселили, там был охранник, потом приехал ее друг. И мы договорились, нас вроде бы сюда вселили на ночь. И завтра у нас должны, может быть, куда-нибудь переправить, не знаю, куда. Да, помочь нам как-нибудь. Короче, мы в огромном, не знаю, отеле. В громаде, конечно, просто. Там такое здание, я не знаю, там целый, ну, прям комплекс какой-то целый. Одни, но тут работают телек, вентилятор, свет, чайник есть, там, вода есть. Вообще все ништяк. Как в обычном отеле, только вот белья нет и полотенец. Короче, такие дела. Мы сейчас хотим пойти все-таки что-нибудь купить, поесть, потому что у нас вообще ничего нет. Мы сегодня, я не знаю, один раз только, да, сегодня поели. И с утра попили немножко кофе. И все, придем сюда, будем посмотреть кино. Интернет не работает, ничего не работает. Все работает, то есть не кроме интернета. И все, придем, будем отдать спать. Да, увидимся, наверное, уже завтра. Если сегодня ничего интересного, больше не придет. Все, спокойной ночи. По ночи. Нам сказали потише себя вести. Короче, это выглядит примерно вот так. Вот там забор. Тут этажа, наверное, четыре, может быть. А нам надо запускаться. Кое-как, короче, нашли магазин. Не очень большой такой супермаркетик маленький. Блин, мы не знаем, что взять. Зато нашли вот много всяких вот. Не знаю, что тут написано. Руляда. Мини-руляда. Элитауна. Русские всякие штуки. Кливочки из крыночки. Карамель-лимончики. Всякая русская фигня, короче. Но, блин, стоит миллион вообще вот. Стремные вафли. Село Пастушкино называется. И те 150 рублей стоят. Очень дорого. Вообще, большой супермаркет был бы хорошо, но таких нету. Можешь, какие-нибудь прайсы, прайсы. Что там, не надо помахать? Вот так вот мы и живем сегодня. Что он зовет нас? Банго. Банго. Бинго. Банго. Модная какая-то. Хастфуд. Хастфуд. Банго.